всем привет я гела и сегодня я хотела бы показать вам разные виды и способы поговорить о разных способах шитья пиццы это лоскутное шитье в технике пицца для новичков скажу это практически мусор отходы текстильные отходы от шитья мы кладем под органзу все очень подробные мастер-классы у меня на канале я ссылки обязательно оставлю под видео и на канале также есть плейлист целый плейлист пицца так и называется там вы найдете всю технологию а вот здесь я хочу вам показать отличие вот чем отличается смотрите данная пицца она ведь и собрана из таких лоскутов ну как бы все тут гладенько все тут однородно довольно таки на основе да и простегала я ее свободноходовой стежкой а вот еще одна пицца это точно такая же технология но здесь уже нарочито небрежно вот мусор мусор накидан видите всякие ниточки туда же он видите этикетка от не так попала всякие обрезки понимаете от джинсов вот эти вот кромки края и все это под красной органзой вот и основа я показываю как выглядит и простегана вы видите просто прямой обычная строчка на машинке до ромбиками вот видите там и пряжа всякая там нитки всякие обрезки джинсовые там толстые и тонкие то есть тут уже вот нарочито небрежный такой вот самый мусор мусор понимаете как это в итоге выглядит я прошу прощения я вот это вот подоставала что она все смята надо пользоваться утюгом гладить вот это все она тогда выглядит все очень так аккуратненько хорошо но тем не менее вот там где мусор смотрите сами да там ее то есть можно и по синтепону делать вот белая органза как выглядит такой тот же мусор накиданный слегка на тонкий слой синтепона уже то есть вот мы на этот красный кладем тоненький слой синтепона или опять же всякие нитки вот помягче до обрезки вот это все и сверху ткани сыпем или вообще просто не глядя рассыпаем там раз укладываем вот еще один вид пиццы здесь уже розовая органза и здесь вы видите на основу ткани там на хбш ну там на старое просто не я положила уже не просто мусор там раскидала а бы как а вот такие квадратики кругляшочки то есть более-менее аккуратненькие лоску точки мелкие до которые остались вот от гексагонов тут остались вот ведь у меня лоскутики то есть уже более такой знаете правильной как бы формы да и видите в принципе это ведь та же самая пицца вы положили их как вам надо накрыли органзой все это прикололи на общем технику как это все сшивать вы найдете я сейчас на этом останавливаться не буду но видите ткани как в итоге а так получается результат какой вот еще один вид это мы кладем синтепон сверху кладем опять же здесь вроде бы и мусор накидан есть и нитки там мелкие все да и в то же время на этот мусор сверху вот эти вот круги и более-менее там покрупнее какие-то и самое главное уже простегано это не в однородной там теме какой-то ромбиками или полосками или там свободноходовой а именно вот эти круги выделены какие-то простеганы прям по кругу какие-то формы вон треугольники видите на обычной обычной лапкой уже вот видите вот эти цветочки я частенько использовала для пиццы особенно раньше у меня были всякие остатки от искусственных цветов я их потрошила вот видите здесь тоже кое-где прям мусор мусор попадается то есть ниточки да кое-где но в целом уже так более так похоже на картину какую-то определенный даже заданный сюжет то есть вот эта стежка она тоже дает если стягать там вот так вот по кругу или и видите какая красивая обратная сторона получается видите вот варианты разные совершенно то есть пицца или просто накидали покрыли органзу и простегали ромбиками тоже получается очень такой интересный результат или вот так вот задали какую-то тему художественную а вот еще это уже есть мастер-класс прям на эту пиццу это тоже все под органзу и но изначально я сделал начинала вроде как классический петчворк там есть какие-то моменты потом я решила сделать лицо вот фриды кого да кто-то там написал мне что это фрида похоже на хозяйку такая же уродина там что-то такое будь по вашему лишь бы вам хорошо было вот и в конце концов со стороны виднее да вот и вот вот эти цветочки кстати здесь я уже более так в творчество то есть губы глаза брови вот это все у меня под органзу и цветы тоже под органзу и но кое-где какие-то цветочки она шила уже поверх и тоже все это простегано еще можно таким образом использовать для гексагонов я сделала как бы фоном вот эту пиццу видите тут тоже нитки мусор обрезки и тоже простеганы так как-нибудь интересненько вроде как то где-то ромбиками где-то листиками просто на прямой строчкой где-то зигзаг использую вот обычной лапкой вот а на него уже накладывала методом аппликации вот эти вот гексагоны и по ним уже прошлась на машинке и видите как вместе все это и кое-где цветочками украсила и все это вместе видите как здорово в итоге смотрится потом то есть можно совмещать вот с классическими какими-то элементами петчворка даже такого сложного как вот гексагоны дай очень здорово все это смотрится вместе потому что знаете мне писали в комментарии ты там не образованный дилетант и ни черта не можешь этим хламом возишься там но вы знаете вот этот хлам он ведь но это слово вроде хлам но по идее какую прелесть можно из него создавать и совмещать даже с профессиональным там если может так сказать классическим петчерком и смотрится это но это как-то новое это очень художественно и очень интересно я очень люблю классический петчверк но мне очень нравится когда какие-то необычные такие сочетания понимаете а вот это вы представляете это в девятом или в в восьмом или в десятом может быть году я шила я тогда вообще еще не умела только-только-только я начинала это было для меня открытие лоскутное шитье и я уже познакомилась кое с какими техниками освоила да и мне так поперло мне хотелось вот такого понимаете классический петчерка из классические а когда вот такие соединения мне хотелось пробовать быстрее уже что-то такое вот а что если вот так и вот так и вы посмотрите вот это здесь я еще не знала никакой органзы вот что можно пиццу там накрывать и шить и тут у меня где-то методом аппликации где-то как-то вот все это понаши то а потом сверху для прочности а все это полностью стегала и зигзагом и прямой строчкой но вы видите да здесь нет никакого кроя то есть абсолютно бросовые тряпочки абсолютно хаотичным способом вот вы видите ни одна тряпочка тут не выкроена а просто выложена мозаикой это конечно сложно тем более без органзы но можно вот вы видите да тогда у меня не было никакого опыта еще и вот это сердце огненное пылающее сердце это тоже было вот как раз те времена пошито мне так хотелось пробовать все 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 а вот это наоборот счастье захлебывается от счастья это сердечко вот такие вот эксперименты это ведь тоже в принципе тут уже конечно задана форма вроде как но никакого кроя это те же бросовые абсолютно бесформенные тряпочки а вот это сердце но это вот мне хотелось уже поближе там к реальности как бы ну как к реальности конечно не назовешь реально тем не менее я имею ввиду здесь уже определенная задача была я пробовала пыталась сейчас я бы это по-другому немножко сделано и сложная такая работа была методом аппликации все это вручную нашивалась потом по все это обшивалась зигзагом чтобы это было прочно вот это все в общем там столько работаем сейчас можно это все с помощью вот этой кстати органзы сделать гораздо проще ну или даже ладно не органзы а вот тоже методом аппликации но уже вот на опыте конечно все это но вот тогда представить такие сложные работы и вот возвращаемся к классической пиццы к обычной ну как классической к самой простой вы видите вот как можно накладывать тряпочки и как это по-разному может смотреться и можно целые создавать пейзажи и картины понимаете вот органза это вообще находка не только органза а вот для новичков я скажу я это я использую органзу мне прям понравилось я ее накупила разные цвета выглядят по-разному очень здорово вот но очень здорово использовать фатины тюля сеточки шифоны все прозрачные ткани и вот еще такую девочку сшила эту девочку я загружу прям следом видео эту японочку и может не японка у меня получилось это будет следующем видео я записала весь процесс работы мы сошьем с вами прям целый полностью мастер-класс записала как я все это делала и в следующем прям видео вы посмотрите девочки кто подписан может быть но я так поняла по комментариям вы не отслеживаете не знаете что выходит часто видео вы нажмите на колокольчик и вам будут приходить уведомления понимаете что вышло новое видео и тогда вы не пропустите вот что хочу сказать это та же самая понимаете пицца из мусора буквально из мусора мы выложили вот такую вот японочку и а дальше уже какие-то элементики там ну это я вам все покажу вот и простегала я это этим какого свободноходовой стежка уже а вот это тоже где-то 9 или 10 года картина тоже методом аппликации ой как я сложно тут работала но фон тут тоже вот тут уже конечно мне определенная задача была мне хотелось я подбирала скуты сделала сначала фон полностью потом на него я уже вырезала переводила сначала рисовал эту картинку танец матиса да потом вырезала потом все это так тонко босс господи сколько я сидела вручную пришивала все это потайными стежками затем тоненьким узеньким узеньким зигзагом вот и такая картина получилась а вот это например тоже вроде бы картина но здесь основа бордовая ткань а на нее одним куском вот такая ткань рыжая вот это портьерная у меня была одним куском я только добавила там хоботок вот этот кончик я не знаю что это от всякого лоскутного у меня вот такой лоскут остался я его пришила на эту бордовую ткань и только дальше уже полностью вышивала и расшивала вот декоративными стежками добавляла аппликацию ленты розочки вышивала по нему бусины ленточками вот контуры проводила то есть видите еще один из еще и один из методов вот шитья вот здесь добавлен только хобот вот и бивень наверное вот этот а так в принципе вот тоже бесформенный там вот видно даже да как-то прямой угол такой вот этот лоскут у меня валялся и вот так он превратился вот такого слона представляете вот только уже росшим вот здесь тоже казалось бы без форменные карпики вот эти да это же ну как бесформенные тоже рыбки то есть вот таким образом родились рыбки а волны частично пришиты зигзагом а частично пришит сшиты путем наложения слоев вот я вам показывала как мы делали розу из трех слоев или из 4 ссылку я тоже оставлю тоже очень интересный их довольно простой да ну очень эффектный способ вот делать вот такие волнистые как бы это это вырезается все делается это не так сложно как это выглядит по идее потом вот в то время вот я очень это делала знаете таким сложным методом все очень сидела карпела там натуральные камни и бусины все это расшита и вот еще одна такая китаянка это тоже тех времен шитью 8 9 вернее 9 10 года или 11 может быть но вот давным-давно сшита тоже методом аппликации вот такая китаянка это без органзы то есть это намертво все прочно очень здорово сшита капитально прям то есть никуда не денется но все это можно было покрыв органзой например да не без таких трудозатрат которые вот были на ту китаянку только лишь с помощью органзы вот этой как вот это японочка например но это японка это уже сегодняшних дней работа и эту работу вы посмотрите в следующем видео мы прям вместе будем поэтапно все 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 я буду показывать как это сшилось ну и вот такая пицца видите вот в принципе вот эти карты она тоже имеет право быть картиной даже представляете вот такая прелесть в раму то в лаконичную какую-то раму и в такие в монохромные интерьеры вот таким пятном красивым можно создавать вот такие картины ну а пока я на этом с вами прощаюсь девочки я пыталась там дальше записать звук уже вот наушники там микрофон свой взяла мне не получилось и пришлось в общем озвучить опять вот на этом я с вами прощаюсь девочки желаю вам приятного рукоделия и бесконечного вдохновения я надеюсь это видео вам было немножко полезно хотя бы вы посмотрели в сравнении как можно использовать буквально вот буквальном смысле хлам то есть обрезки и остатки от шитья но на этом всего вам доброго мои дорогие целую вас пока пока